Всем привет, пацаны! Сегодня мы будем снимать ролик о том, как делать ТО квадроцикла Стелс 650 и Гепард. На самом деле я уже давно хотел сделать на него ТО, и год назад я делал ТО самостоятельно. Но в этот раз я решил обратиться к услугам профессионала, человека, который делает подобного рода ТО уже много лет, имеет в своем послуженном списке кучу разной техники, и квадроциклы, и мопеды, и прочее-прочее, и все, и ниже с ним. Вот, это мастер Сергей. Сергей, привет! Вот, Сергей сегодня проведет полностью обслуживание квадроцикла, сделает диагностику всех его узлов, жидкостей, ходовой, и прочее-прочее, даст какие-то свои рекомендации, то есть у меня там есть какая-то сейчас проблема, что у квадроцикла что-то теряется зажигание на кочках, может быть там что-то с проводкой, может быть там реально что-то с самим зажиганием. Во всем этом мы сегодня разберемся. И плюс ко всему, узнаем то, как делать правильно обслуживание, этот ролик будет максимально полезен тем, кто как раз-таки хочет сделать что-то сам. Вот, обратим внимание на износ деталей, на какие-то моменты, что нужно сделать в первую очередь. Ну, собственно, как раз-таки проведем от А до Я диагностику и ТО такого популярного квадроцикла, как стелс. Так что всем будет интересно, мы погнали. Сереж, сейчас вот первое, что ты делаешь, это ты сейчас разбираешь, снимаешь кожух. Я знаю, что кожух этот вот, он, зараза, снимается не очень просто. Он такой, достаточно геморройный. И я не знаю на самом деле почему, но вот производители, они не предусмотрели этот момент. То есть для того, чтобы нам начать вообще какую-либо работу, нам нужно снять сам вот этот кожух, который снимается вместе с ступенькой, идущей вот здесь вот все это дело в одном, вот скажем, ключе. Также эта вся хрень, она снимается и с обратной стороны. Да, с раннего прошу прощения, что квадроцикл грязный, но, собственно, это на той квадроцикл, чтобы он работал, ездил, а не стоял там и светился от счастья. Поэтому вот эти вот все вещи будут сниматься, и очень сложно снимается кожух вместе со ступенькой. Приходится откручивать вот эти вот все болты. Я могу сказать, что в прошлый раз, когда я делал обслуживание самостоятельно, я колебался это дело все откручивать и снимать. И там сделать это на самом деле как-то одному тоже достаточно геморройно. Нам нужен ключ и головка шестигранник. Шестигранник на четыре. На четыре. Собственно, проводим снятие. Скажи, пожалуйста, вот прежде чем проводить снятие, нужно ли какие-то вещи продиагностировать изначально? То есть посмотреть, обратить внимание там на, не знаю, ручки, какие-то, как ты сказал, капона там. То есть мы не включали квадроцикл. Да, специально. Мы вытащили его на холодную, не прогревали, ничего. Поэтому какие-то вещи мы будем диагностировать, смотреть на холодную. Потому что первое, что нужно, но, скажем так, пока он холодный, это посмотреть колпана. Это, в принципе, редко кто делает. Внимание этому не уделяют. Однако, если зазоры стоят неправильно, можно получить нехорошую вещь. Кстати, парни, я вот перед тем, как снимать данный ролик, обратил внимание, что на ютубе нету качественных, нормальных материалов по поводу ремонта и обслуживания квадроциклов, именно стелсов. Есть там, скажем, один ролик, который тоже как раз-таки связан с ТО. Но ребята, они его делают очень быстро, профессионально, не обращая внимания на какие-то детали. Поэтому я изначально по нему, конечно, ориентировался. Но многие моменты в процессе выполнения обслуживания как раз-таки, ну, скажем, пришлось допетривать там самостоятельно. Здесь у нас внизу гайки, любимые. Да, то есть в чем вся еще суть этой всех хрени и разбора. То, что гайки, ну, стоят практически везде. Надо и ключом, и, в общем-то, отверткой пользоваться одновременно. И в связи с этим ряд тоже неудобств и, опять же, там, скорости обслуживания. Еще хотелось бы, наверное, сказать о том, что мой квадроцикл, видимо, как-то был одним из самых первых. И у меня, когда мы дойдем до момента диагностики ходовой и ее шприцевания, возникли с этим реально тоже сложности. То есть я не смог качественно прошприцевать ходовую, потому что у меня, как мне показалось, нету точек для шприцовки. То есть куда уже, соответственно, таким вот специальным шприцом, да, для масла, смазки и прочего вот этого автомобильного, куда необходимо это все дело устанавливать, у меня вот этого почему-то не оказалось. Хотя в инструкциях пишется, что такие узлы должны быть, но у меня их нет. И вот я, кстати, хотел как раз-таки, чтобы тоже их посмотрел Сергей и обратил внимание. Ну вот я вижу, у меня там какой-то потек. Может быть там тоже что-то хреново, что-то уже там чего-то как-то на шузе. То есть надо будет все дело сегодняшнее это посмотреть, разобрать и, грубо говоря, тоже вам показать, где, что и как. Здесь на самом деле можно сделать самостоятельно. Узлы шприцовки? Да, не так трудно. Скорее, по времени затратно. Для этого нужно снимать всю подвеску. Соответственно, нужен нормальный токарный станок и сверлильный. Ну да, в общем, понятно, если кто-то захочет превратить свой квадроцикл в берпик, то вам нужен будет нормальный токарный станок, руки, там вообще куча денег и времени. И тогда, может быть, у вас будут дырки. Смотрите, что понадобится для проведения ТО. Ну, понятно, сами инструменты. Лучше взять как бы набор, где у вас будет куча головок, куча ключей. Сергей вот тоже со своим приехал, я говорю, он у меня тут вот еще и свой тоже был. Потом у него, собственно, с собой очистители, разные там жидкости. Для быстрого старта какие-то, да? То есть, ну, видимо, для того, чтобы прочистить, посмотреть клапана. Далее нам понадобится масло трансмиссионное. Мы вот в данном случае будем использовать САЕ 75В90 Ликвимолли. Вот оно сейчас тут пока самую главную свою функцию выполняет, подпирает сидушку. Далее нам потребуется фильтр. Вот он такой обычный. Потом у нас еще есть масляный фильтр и топливный фильтр. Все это дело понадобится сегодня для проведения замены масляного фильтра и топливного фильтра. Далее у нас еще есть, соответственно, масло моторное Ликвимолли 10В40 4 литра. У меня с прошлого ТО осталось еще где-то пол-литра. И, соответственно, на все и про все понадобится где-то 3 800. Ну, в общем, канистра 4 должна остаться. То есть, канистра на 4 литра должна быть. Далее нам потребуется тоже, собственно, антифриз 3 литра. Тоже взял Матюль. Вот. Ну и, может быть, еще какие-то жидкости. Пока не знаю там. Ну вот из основных, наверное, это вот эти. То есть, это вот у меня раньше было вот такое вот масло в трансмиссионку залито. Вот это, соответственно, это антифриз. Тоже, который будет сегодня использовать. Значит, итого у нас для проведения ТОшных работ необходимы, ну, если вы хотите менять свечи, то свечи. Если, соответственно, из основных и обязательных вещей это моторное масло 10В40, это трансмиссионное масло 75В90. Это антифриз. Ну и это набор фильтров. То есть, масляный, воздушный и топливный. Это то, что у вас должно быть, как бы, по умолчанию с самого начала закуплено. Ну, если, соответственно, в процессе выяснится, что у вас там чего-то вдруг течет там, либо еще какая-то фигня. Ну, то есть, расходники такие, как колодки и прочее, и прочее. Это уже, соответственно, на ваше усмотрение. И, опять же, зависеть будет от того, сколько уже времени выгонять на своем квадроцикле. У меня где-то пробег, не знаю, порядка 200 километров. То есть, по большому счету, он у меня зимой не используется. Я в основном летом на нем езжу на рыбалку. Ну и как-то там по лесу за грибами. Поэтому весь год он стоит в основном в гараже. Ну, тем не менее, ты его все равно делать нужно. А так вообще не знаешь, вот стелс это аналог чего-то китайского же, да? Это очень трудно объяснить, потому что они где-то, наверное, лет 10 назад прям позиционировали себя как все. Вот прям производство уникальное, ни на что не похоже, но это немножко не так. Единственное, что они стали делать сами, это варить рамы, то есть они купили два робота. Ну, то есть сейчас стелс это все равно как бы крупноузловая сборка из разных там частей, в основном китайского, раму там они делают сами, да? Ну да, они как приезжают, они собранные в коробках, вот, но, скажем так, и не делают там специально вот там, допустим, для них какую-то ходовую свою, нифига. В принципе, все относительно взаимозаменяемо. Ну, а вообще, как вот по опыту, это у тебя вот уже, понятное дело, не первый стелс? Что можешь сказать вообще, вот если говорить про надежность? А тут касательно, наверное, все квадрики одинаковые, потому что если их мучить, вот, никто долго не живет. Фу, не хуже, чем Бирпишки, как бы по цене гораздо приятнее. Ну, цена, да, а так в основном, конечно, это проблема с надежностью, да, то есть Бирпи дольше проходит? Дольше проходит, но у Бирпишек есть проблема, у них очень часто рассыпается редуктор, там пластиковая шкаренка, и она стоит таких космических денег, то есть еще заработать там не очень прикольно. Мне кажется, за стоимость Бирпи можно два стелса купить. Значит, смотрите, ребят, для того, чтобы, как уже сказали, начать вообще какие-либо работы, надо снять вот эту вот тормозную, или как там, площадку вот эту вот, ну, не тормозную, а просто площадка для ног, там, для всего вот эта декорная хрень. У нее очень много болтов. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, 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 и все эти болты, они еще и с обратной стороны тоже закреплены гайками. Собственно, здесь вот тут они очень достаточно легко снимаются. Но вот на самой площадке для ног, ну, там, заколебайтесь. Потом, с обратной стороны, в внутреннем кожухе, тоже вот, я не знаю, будет ли видно сейчас или нет. Вот, в общем, тут тоже вот есть болт. Вот их надо все откручивать здесь, потом здесь, вот тут еще, тут болт открутили. Вот, вот в дальнейшем, когда будет уже съем производиться, это просто клипсы. Они просто снимаются, ну, там, сильным таким уверенным ударом кувалды. Да, вот тут вот шайбочки, их тоже надо не терять, они могут куда-то деться. И вот тут тоже еще один болт есть. Поэтому смотрите, вот, в общем-то, проверяйте. Все вот такие вот болты должны быть сняты, прежде чем вы начнете дергать эту площадку. Как я уже сказал, дергать ее и снимать, это одно только наказание. Это вообще самый замечательный болт, который завершен шестигранником в таком месте, что человечески туда не подлезть. Да, то есть тут вот, в таких вот местах, вот тут вот, вот тут, соответственно, тут. Это все вот очень неморойно сделано. Ну, видно, да, там, на душе делали. На века. Чтобы вот, поскольку техника является максимально надежной, она не требует никакого ухода от ужина, поэтому все делалось максимально на века. В общем, парни, мы отключили все болты, какие только увидели, нашли, да. Ну и, собственно, сейчас происходит самое интересное. Мы пытаемся снять вот эту вот подножку. Как я уже сказал, снимается она лихо и не всегда очень удобно. Я уверен, что там сразу, как бы, сходу ее снять, это, конечно, тоже надо попрактиковаться. Какую-то рекомендацию по тому, как ее снимать сложно очень дать, потому что я снимал ее сначала, там, по-моему, с клипс, вот, а потом пытался ее как-то вытащить через, ну, подножку именно, вот, подножку тормоза. Ну, как я и сказал, вот, не знаю, честно, как ее снимают профессионалы на заводе стелса, потому что у них для этого какой-то обученный специальный робот существует, но снять ее вот просто сходу очень проблематично, потому что она здесь закреплена, здесь она не высовывается, поскольку здесь не стоит упор, вот эти для ног, да, и вот пока ее как-то вот не вытащить из-под кожуха основного вот этого, пластикового, то есть ее как-то сдвинуть на себя, для того, чтобы ее поднять и вытащить, потому что тут еще вот стоит как раз-таки педаль тормоза, чтобы ее вытащить и поднять, но тоже очень проблематично, не знаю, суткаутпус потом какие-то комментарии как-то делать лучше, напишите, конечно, но что я долбался, что Сергей сейчас тоже пытается, но это на самом деле не очень просто, и поэтому совета никакого дать не могу, пробуйте, экспериментируйте. Повезет, не повезет. Да. В общем, для тех, кто будет это пытаться сделать, смотрите, во многом может как раз-таки быть, ну, неудобно снять ее еще из-за того, что там забилась грязь. У меня квадри, конечно, грязные, но, наверное, не очень так может быть прям сильно грязные, но тем не менее все равно грязь в эти пазы. В эти пазы, да. Она забивается, и из них потом тоже, как бы, все это дело может с трудом доставаться, поэтому смотрите и чистите там. Суть тут какая, что вот обычные клипсы, да, и они ни на чем больше не держатся, как тем, что просто их оттуда надо отогнуть. Вот, отогнуть и, собственно, подножку, ну, кожух поднять вверх, чтобы подножка освободилась. В общем-то, Сергей как раз это сейчас делает. Самое, наверное, стремное это подумать о том, что, блин, это же может сломаться. Да, выскочил, все. Так хочется сказать, дайте мне кувалду, пару раз ей ударю, и все будет отлично. Причем вот здесь все, они уже слезли. Они их одна не держат. Победа! В общем, как мы это сделали, сложно объяснить, как это само получилось. В общем, поставили где-то тут ногу, кто-то встал, кто-то там тащил, тянул. В общем, ситуация такая же. То есть все в клипсах, в штырях, и снять это дело все, как бы, очень комфортно, ну, никак не получится. Поэтому, ребят, вам в любом случае придется этой хрени мудохаться. Теперь основная тема снять саму подножку. В общем, сняли мы ее, кое-как получилось, вообще не сломали. Так вот выглядит снятая подножка, теперь у вас появляется доступ непосредственно к двигателю, что вы можете проводить обслуживание. Здесь мы видим щуп масляный, через него, собственно, и происходит заливка масла, а слив его происходит через контргайку, он там внизу. Вот. Ну и здесь же будет сниматься коробка и меняться масляный фильтр. То есть нам просто кожух надо вот это снять, да? Ну, он у нас снимается, слава богу, в лед. Головы вот так стоят, поэтому. А ты вот сейчас первым делом будешь диагностировать клапаны, да? Да, ну я думаю, что мы их просто померяем, и там, скорее, все хорошо. А что еще нужно продиагностировать перед проведением работы? Пока он холодный? Да. Ну, из холодного только с клапана, больше нечего смотреть. Ну, а потом после клапанов? Потом, соответственно, после клапанов мы его греем, сливаем старое масло, масло сливаем на горячую, да? Да, на горячую. Вот, соответственно, пока он, ну, пока сливается, сливаем масло из редукторов, вот, там тоже есть особенности, чтобы до них дались, нужно снимать защиту. Угу. Ну, посмотрим. Да, кстати, хотел показать еще небольшой момент, связанный с аккумулятором. Аккумулятор здесь стоит обычный дельта, ну, наверное, как и на основных всех квадроциклах. Вон он, дельтовский. Так, 12 вольт. И он у нас... 20 ампер часов. 20 ампер часов, да. Он у нас АГМовский. У меня случилась одна же история такая, что у меня квадрик, понятное дело, стоял всю зиму. Я забыл отключить клеммы. Аккумулятор, ну, понятное дело, за это все время разрядился. И я, когда включил квадроцикл, понял, что все, трондец, я приехал. Собственно, вопрос. Замена аккумулятора это где-то 4-4,5 тысячи рублей. Ну, так-то делать не хотелось. Думаю, если аккумулятор все-таки сдох, то хрен с ним, как бы, да. Я ничего не потеряю, попробую с ним поэкспериментировать. Я посмотрел в интернете, в принципе, что АГМовские аккумуляторы, они являются как-то самовосстанавливающими. То есть они очень устойчивы к различным перепадам температур и длительной разрядке. Собственно, что навело меня на мысль, что, в принципе, попробовать восстановить его можно. В нем используются маты. Маты, они, соответственно, там пропитаны электролитом. И вот эти маты как-то это все дело в себе там синтезируют. Ну, я, в общем, выдаваться в нюансы не буду. В общем, что я сделал. Я подключил его к зарядке первым делом. Ну, зарядка показала на нем 6 вольт. То есть 12 вольт она уже на нем не давала. Зарядка у меня Гудьер, смарт-зарядка. Собственно, я понял, что аккумулятор мертвый и длительными зарядками не восстанавливается. Хотя, если вы будете проводить восстановление своего аккумулятора, купите вот эту вот смарт-зарядку. Она там стоит что-то 3,5 тысячи. Не сильно дорогая. Но она, в принципе, автоматически сканирует напряжение там вашей батареи и подбирает режимы для ее работы. Вот. У меня эта ситуация первонаперво не помогла. Я в итоге что сделал? В общем, я открыл вот эту крышку, которая вот здесь. В общем, она у меня сейчас, так скажем, тоже так на соплях прикручена. И здесь вот такие вот колпачки. В общем, колпачки и прокладка между ними. Колпачки легко снимаются. Вот. И вы можете, в принципе, провести его дозаправку. Я, в принципе, провел эту дозаправку обычным электролитом. Немножко добавил его туда, совсем чуть-чуть. И дистиллированной водой. Конечно, лучше всего использовать специальные там реометры и прочую всякую хрень, чтобы мерить плотность. Я не знаю, я совсем чуть-чуть шприца влил туда электролита. Прям капелюшечку в каждую из контейнеров. И добавил туда дистиллированной воды. Потом включил его в зарядку. И зарядка пошла. То есть все стало хорошо. Аккумулятор зарядился. Держит теперь свои 13 вольт, как и должен держать. И в целом все нормально. Так, ну что у нас Сергей дальше проводит съемку вот этого. Также у нас здесь за вот этой крышкой расположен воздушный фильтр. Поэтому она тоже вот так вот снимается. И воздушный фильтр меняется вообще на раз-ва. Там воздушный фильтр, который я купил, это просто кусок поролона. Сергей говорит о том, что их еще надо пропитать чем-нибудь. Не надо пропитать. Так что мы их еще чем-то пропитаем. То есть в принципе его менять как бы каждое ТО и нет смысла. Нет, это вообще обычная штука. Она стирается с ферри. Это поролонка. Бензин им нежелательно. Потому что губка разбухает, становится больше. То есть ну один-два раза она выдержит, потом уже станет плохая. Удобная штука. Бывает магнитная, бывает на таких зубчиках. То есть любой болт. Прям выручает каждый раз. Ужас какой. А ты ее где-то купил или это самоделка? Нет, это купил. В Leroy Merlant продается набор. Там одна магнитная, одна такая. Каждый раз пригодится. Я уверен, что мы здесь тоже что-нибудь уроним. Вниз куда-то, да? Да, вниз куда-то и без нее не достанем. Вот. Понятно. Знайте теперь. Слушай, а можешь еще тоже вот вкратце рассказать? Вот смотри, у нас тут что получается аккумулятор. Кстати, с аккумулятором тоже я намудохал. С от клеммы сделано нифига неудобно. То есть ты откручиваешь как бы основные болты и под ними такие площадки. И эти площадки, они тоже все падают. В общем-то, нифига не держатся. Закладные вот эти, да? Да. Поэтому снять эти нормально каждый раз там аккумулятор, поставить его там, ну, чтобы он не разряжался. Это тоже, конечно, тут еще гемор. Гемор, когда их потеряешь. Вот одну эту штуку, и потом уже идет колхоз из гайки выпиливать. В общем, их на зиму, конечно, лучше отключать. Потому что за зиму он у нас стопудово разрядится. А что у нас вот здесь? Ну, сам по себе, понятно, аккумулятор. Так, аккумулятор. Реле стартера. На нем же висит вот в бочонке. Всегда выпадает. По идее, должно быть там. Да, внутри, внутри, в пазу в этом. Да, соответственно, мозги. Мозги это вот, да, блок управления какой-то? Ну, ясно. А это что такое? Какой-то набор. Какая-то доп-фишка. Тоже для подключения чего-то. Да, возможно, там, технически, возможно, для доп-света. Но тут намек, что тут что-то было. Машина какая-то для поддиагностики, нет? Ну, может быть. А это что? Блок предохранителей. Вот кто придумает, ну, скажем так, инженерно, чтобы не разбирать. Прям столько, столько, каждый раз на квадроцикле. Прям памятник при жизни ставить. Да, это не в машине. В машине все-таки попроще взял как-то. Маслица там слил. Новое залил. Свечи крутил. Под этим защитным кожухом, по-моему, бак находится, да? Доступ к баку. Ну, доступ, да, но он нам сейчас не интересует. Нам нужно снять площадку, чтобы добраться до башки второй. До башки цилиндров. Да. Потому что, ну, если супердлинные, супертонкие руки, я не знаю, какие-то волшебные инструменты, то можно пролезть, но нет, не в этой системе. А вообще, я вот смотрю, пластик-то нагревается медленно, да, на солнце? Да. То есть, в принципе, если так-то проводить ТИО-то лучше на жаре. Подумать, что можно долезть нормально до клапанной крышки. В принципе, можно, но это будет нифига неудобно. То есть, проще отвинтить болты, потому что и подножка отвинчивается, и тут как раз-таки 6 штук. Третий от того, что надо снимать. Теперь удобно. Ну вот, да, теперь, наконец-то, мы увидим, что у нас тут двигатель-то и был. Что это? Ездила штука. Так. Не случайно был какой-то двигатель. Слушай, а я вот... Он же на снегоходах такой же стоит. Да, да? Да. Ну, в основном, конечно, все сервисные работы, они здесь идут. Ну, как бы, скажем так, под пластик. Номер двигателя. Ну, я имею в виду с этой стороны. Да. Ну как, ну и с этой стороны тоже. Потому что башка-то, ну, цилиндр один за одним и под углом. Ну, тут просто что у нас? Тут просто вот выхлоп кожух и вода, да? А это что? Ну, это с другой стороны крышка. Тут по ней ничего просто, по сути-то, и нет, да? Нет. По ней, кросс, это вариатор. А-а-а. А масло меняется в вариаторе? Нет. Ну, тут вариатор-то не совсем коробка передач. Там ремень, да, наверное, стоит? Да, да, там цепуха. В общем, там две детали. Понятно. То же самое, что... Ну, почти. Похоже, что и на скоператор. А здесь ты нас снимаешь... А здесь провинчены два болта, которые держат как раз-таки боковую крышку. Вот это вот? Да, которую к ней видно. Ясно. Короче, их тут тоже надо сначала открутить. Болты номер 45 и 46. Да, вот здесь был болт. Мы его открутили. Снимаем также правую крышку и получаем относительно удобный доступ ко второму цилиндру. Ну, в общем, чтобы ее снять, он у нас был откручен уже здесь, да, болт, получается? И с внутренней стороны еще один открутили. И, в общем, тоже тут на клипсе пошевелили ее, и она вообще-то снимается. Это пластик гибкий, не такой, как там с подножки. Никакой, как на подножке, да. Ну, да, реально, вот он полностью весь виден. Я, скажу честно, в прошлый раз, когда делал ТО, я не доходил до этой стадии. То есть я тут все так сильно не стал разбирать. Вон, пауки какие-то у меня тут еще ездят со мной. Вот. Ну, вот Сергей сказал, что лучше это дело снять, посмотреть. Здесь как раз-таки находится воздушный фильтр. Доступ к этой вот хреновине, он будет организован через верх. То есть снимем вот этот вот бардачок. И вот тогда спокойно вот на этих клипсах появляется доступ к воздушному фильтру. В общем, после того, как мы разобрали и сняли вот эти все два кожуха, получили доступ ко всему двигателю, следующим этапом мы первично осмотрели то, что у нас тут происходит. Увидели, что да, есть какие-то потеки. Надо будет разобраться, в чем эти потеки, с чем они связаны. Либо это связано с тем, что что-то все-таки откуда-то травится, либо это с тем, что я тогда не умело проводил смазку просто тупо кистью всех там узлов, до которых дотягивался. Ну и тогда я дотягивался до данного кардана, для того, чтобы что-то как-то хоть промазать. Следующим этапом мы снимаем крышку непосредственно. Нет, нет, мы снимаем вот эту заглушку. А, заглушку снимаем. Ключом, по-моему, на 21. Не верни. И там мы увидим масляный фильтр? Нет, там мы увидим еще одну гайку, за которую будем прокручивать мотор. Так, а зачем? Чтобы поймать мертвую точку на клапанах. Соответственно, тут нужен нереальных размеров шестигранник. Ну, у меня вроде есть. Вот. Вот так эта хрень выглядит. Это раз. Ну, в общем, мертвую точку на клапанах, чтобы посмотреть, как вы ставили на клапанах, правильно? Да. А их вообще стоит регулировать постоянно или... Нет, я бы, наверное... Ну, грубо говоря, там... Раз в тысячу километров. Может, две. Ну, и пойдем искать шестигранник. Огромный-огромный. Вот этот? Вот самая большая, которая есть. Да. У меня, по-моему, на чуть-чуть больше. Зашел? Да. А сколько? На четырнадцать. Смотри, мы когда крышку снимаем, вот, там, соответственно, ну, видны клапана и, соответственно, звезда распредвала. Вот. На ней есть метки. То есть, соответственно, искать метку на моторе, ну, можно этого не делать. То есть, по меткам распредвала и, соответственно, по... посадать клапана. Таким образом, найти мертвую точку. Тем более, кто это делал не раз, он, ну... Да это даже слышно, когда он... Чик! И все, мы уже близки. В общем, откручиваем четыре болта от клапанной крышки. Наблюдаем... Ух ты, ёра! ...голову. Слушай, а это вот, получается, зазоры того, как должны как раз-таки быть выставлены... Да, вот метки. Вот. В принципе, они должны быть, ну, в ровном положении. Соответственно, поймать их нужно... Крутя. Крутя. Вращая. Вращая, да. Вращая. В ровном положении в плане... Относительно чего? Относительно, ну, мотора, скажем так. Они должны совпасть по... Ну, по наклону головы. То есть, вот, сейчас, если перслушатся, слышим такт. Вот. Пошло сжатие. Провернулся. И вот. То есть, они стали, но они не стали. Потому что... Они стали, но не стали. Надо делать два оборота. Ты вот про клапаны вот эти говоришь сейчас. Да, да. То есть, их даже, ну, если рукой пошатать, они зажаты. То есть, это ещё другой такт. Соответственно... Он же четырехтактный, да? Да, да. Соответственно, мы делаем... Вот. Пошло сжатие. Ну, видно, да, они... Видят. Оп. Всё. Всё, они теперь в самой верхней точке должны? То есть, ничего страшного, если провернуть вот так, а потом можно вернуть обратно. Ни на что это не влияет. Потому что единственное, чего нужно добиться, это чтобы распредвалы. В общем, наша основная задача, если так простым языком объяснить, чтобы клапаны находились в самой верхней точке? Поршень, соответственно, клапаны должны быть не зажаты. То есть, это, ну, мёртвая точка. Вот. И нужны вот такие ребята. Это нам 15 и 20 миллиметров. Голова у нас на 14, ну, шестигранника. Нет, да, шестигранник на 14. Соответственно, на него должна быть переходная эта головка. Вот. Потому что крутить плоскогубцами или ключом, вот так себе затея. Да, и ориентируемся потом по итогу, вот по этим меткам. Эти метки нам говорят о том, что мы в правильном такте находимся двигателя, который должен вот в этот момент в том положении, чтобы мёртвая точка поршни. Вот. И, грубо говоря, просто засовываем щуп. Он туда должен засовываться с неким, скажем так, усилием. Но проходить. Между ними, да? Да. То есть выпуск на 15. Соответственно, точнее, впуск на 15. Выпуск всегда по-борьше имеет зазор. Туда также. А регулировку будем винтами этими проводить? Да. Ну, то есть здесь она не требуется. Здесь, грубо говоря... Все нормально отрегулировано. Да. Плотненько зашло. Та волшебная головка на 9, которую никто не пользует. Оттуда? Оттуда, соответственно. Так же не очень удобно. Там свободненько как-то, да? Нет, там не свободненько попасть не могу. Вот. Соответственно, 20-ка нормально зашла в один. Все равно плотно-плотно должна входить, да? Да, но как? Не попал, по-моему. Не попал, да. Повыше. То есть если в неё не можно оснать, их надо ослабить. Да. И вот мы, наверное, сейчас это и будем делать. Потому что это что-то слабенькое. Вообще, в этот ты вроде нормально зашёл, а в этот что-то не получается. Но это не могло быть из-за того, что вот как раз таки мы там покрутили чуть-чуть? Не-не-не-не-не, то есть вот в этой точке они всё равно должны. Можем быть. И туда, и сюда ещё пошатать. Угу. Но они вместе на одном распредвале держатся, поэтому они стопроцентно оба расслаблены. Так, ну да, сюда 20-ка залезает. А это второй клапан, да? Да, это отпускной. И на что влияет вот неправильная регулировка клапанов? Ну, неправильная выпускная. Ну, грубо говоря, если их перезажать, то клапан может поцеловаться с поршином. Ну вот у меня же он получается сейчас зажаться или нет? 20-ка этого запихиваю. Ну ты только в один запихиваешь? Да, второй, сейчас мы чуть-чуть подожмём. Так вот я и говорю, если... Наверное, там где-то, наверное, 18 или 17. Ну, то есть погрешность, но не такая критическая, типа, да? Ну, типа нет. То есть реально могло за это время просто разболтаться? Или всё-таки была какая-то... Зазор обычно уходит наоборот в большую сторону. А, то есть это, видимо, изначально было сделано? Да, изначально сделано, и поэтому, грубо говоря, сделано нормально. В общем, у нас получилось так, что всё-таки пластинка зашла, и оказывается у нас купона нормально выставлены, поэтому регулировать их всё-таки не стоит. Да, Сергей всё-таки смог туда запихать её. И вот, как он сказал, он ориентируется на пластинку, которая, как бы, лёгкие следы остаются на ней от самого клапана. С небольшим усилием. С небольшим усилием. То есть у него, скажем, такой подход к регулировке. В нашем случае вроде как как раз таки всё... Можем сказать, что я запихнул туда 20 миллиметров, а там где-то 19. Ну, 19, может, половиной. Ну, в общем, на этом допуске. Окей. И ещё по поводу, кстати, всяких смазочных материалов. В начале видоса была вот такая вот хрень. Это вот здесь так. Давайте так. Мы не то что и рекомендуем, как бы, использовать все эти материалы. Не особо. Вот как раз таки её не рекомендуем использовать. Это я купил для эксперимента. Это почтитель дроссиных заслонок. То есть можно чистить карбюраторы. Но она очень злая по отношению к резине. То есть любые резиновые детали, её обрызгаешь, проходит пара минут, и они все вот или разбухают, или заворачиваются. Всё, короче, понятно. Поэтому... Так что это видео, оно так случайно попало. Никто не уберите её вооружение. Как бы... Окей, ну смотри. С лапанами вроде разобрались. Сначала, ну, это передний цилиндр. Сейчас, теперь задний. Там, в принципе, те же самые манипуляции. Я понял. Задний, это вот который вот второй вот этот. По поводу затяжки крышки. Крышка пластиковая. Очень и очень такая, скажем так, мега надёжная. Поэтому главное её ещё и не перетянуть, да? То есть вот эти болты, которые мы её крепко затягиваем. Главное так тоже. Ну, до какого уровня её надо затягивать? Там на них есть резинки, но, грубо говоря, должно быть чувство, ну, скажем так, металла в этом случае не особо подходит. Но, то есть, здесь нет какого-то особого давления, поэтому, грубо говоря, вот усилия, скажем так, от плеча уже более чем достаточно. То есть не надо большим вертком, просто вот на вытянутой руке. А что будет, если её перетянуть? Она лопнет. А, и... Да. Всё понятно. Держаться нормально плотно крышка не будет. А там, в свою очередь, грязь, песок и всё прочее, что может попасть. И, в общем, ваш двигатель скажет привет. Ну, мы ещё говорили по поводу пластин. Щупов. Щупов. Ну, проверяли зазоры на клапанах. И ты сказал замечание, оно есть такое тоже важное, что, в общем, если у вас, получается, по итогу пластинка, скажем, с трудом, вы её туда можете засунуть, ну, вы можете её туда засунуть, то, по идее, как-то ослаблять клапана не стоит. То есть их лучше оставить в таком виде, потому что со временем они всё равно расшатываются. Они всё равно идут в плюс, поэтому это не столь критично. Чем нежели, если бы они были... Да, вот если бы они были, она-то легко залетала, тогда 100%. Ок, вот это принято. Хотел тоже поделиться с вами историей данного подароцикла. Когда-то в своё время я его подарил другу, вдруг что-то у меня фанат немножко других вещей не оценил мой подарок. В общем, в итоге мы потом порешили, что я ему другой подарок сделал, а он мне его, в общем-то, отдал. Я бесконечно был рад, что мне привёлся квадроцикл, но как-то изначально к этому не очень, наверное, был готов, потому что, ну, скажем, квадроцикл ездил, да, но никогда не думал, что у меня там всё появится. Когда я ему подбирал квадрик тоже, да, думал, что-то такое взять, наверное, что-то от души. Не думал о том, что техника эта будет длительно им использоваться как-то, да, ну, то есть думал, так, может, как игрушка по фану погоняет, где-то там оставит и, может, выйдет там несколько раз. Но вот я могу сказать, что, наверное, не знаю, за эти деньги, за которых я его ещё покупал, там что-то в районе 400 тысяч он стоил, в принципе, себя он максимально, наверное, как-то оправдывает. То есть за эти деньги можно было бы, наверное, только какую-то бушную Ниву купить, и если использовать куда-то там, чтобы выехать. Если говорить всё-таки про квадрик и культуру квадроциклов, это, наверное, всё-таки другая тема, где ты можешь там погонять реально в каком-то говне по бездорожью, в лесу, уехать куда-то на нём. То есть это всё-таки ощущение того, что ты едешь так или иначе на мотоцикле каком-то, пусть и четырёхколёсном. Вот, то есть там ветер в ушах, там все дела, ну, то есть ощущение скорости другое. Это, конечно, непередаваемое ощущение дарит. Вот, а так, за эти деньги, за то, что вот он свои 400 тысяч когда-то стоил, купить что-то подобное, наверное, ну, вряд ли как-то возможно. Плюс у него тут, чё, 650, он 51 лошадиный. И этих лошадей хватает, ну, вот так. То есть у меня ещё есть к нему прицеп, тоже хотел вам показать. Если так сказать про те апгрейды, которые я сделал, я купил такой прицеп к нему. На нём я таскаю лодку, на нём я таскаю двигатель к лодке. И, в принципе, чё, собираюсь, сажусь, всё это дело прикручиваю квадрику и там через лес туда-сюда уезжаю в места интересные, где можно порыбачить. Прицеп, к слову, недорогой, тысяча, там, двадцать он стоит. В принципе, чё, очень простой, обычный, колёса, да, там, грубо говоря, ступится у него ещё, собственно, с подшипниками. Ну и всё, и вот он, обычный прицеп, что-то килограмм двести у него подъёмность. Можно также по дому что-то вывести, какой-нибудь там мусор, какую-нибудь хрень увозить. А так, в основном, что, закинул, поехал на рыбалку. Про вариатор в целом, ну, какая у него там надёжность, как часто, может быть, там надо смотреть, следить. Ну, тут опять же всё... То есть масло в коробке, оно вообще, ну, меняется, понятно, а что ещё там стоит проверять? Да, тут, смотри, коробка и редуктора. Тут масло меняется, грубо говоря, в четырёх. То есть двигатель, коробка, редуктора. Угу. Вот. У вариатора можно, ну, крышку сбросить, посмотреть, померить ремень. Угу. У них есть маркировка, и, соответственно, штангенцирк прям измеряется, то есть сколько у него осталось ещё живого тела. Так, если меняется, то ремень вот этот приводной, да, вариатор? Да, но они обычно, как объяснить, если нигде не топить, то он долго-долго живёт. Вот, если утопить, то крайне быстро. Ну, безопасная для него, скажем, высота брода, это какая? Вот, вот, у него, что, заборник воздуха здесь, то есть это вот, где вот так? Грубо говоря. По колену? Да, грубо говоря, по верхней точке, то есть откуда он забирает. Ну, я бы так, ну, не стал бы топить, потому что здесь проводка начинается гораздо раньше, да, чем воздуха. Ну, скажем, вот, да, наверное, по этот уровень ещё вот, если вот. Да, если всё это загерметить, то есть, ну, это прям целесообразно, если прям лазить в болото, то можно вот всё, там, самому месте не утонуть. Главное, чтобы воздух был. Да, чтобы вода в воздух, в воздухозаборники попала. У нас история следующая, у нас метки по второму цилиндру находятся с обратной стороны, поэтому один крутит, другой смотрит. Ну, крути-крути, да. Вот. Так, почти, да? Почти, да. Да. Ну, наверное, да, вот они имеют некий свободный вход в этот момент. 15-й на перед. Ну, впуск, да. И 20-й на выпуск. Да, то, что перед за окном. Ну, да, я имею в виду, что ближе это 15-й, а 20-й на то, что дальше. Но самая большая ошибка, это когда метки не выставили. Ну, вот, и пытается, то есть, один-то может быть, но, скажем так, два клапана разжаты, нормально, а два зажаты. И начинается там пляска такая. Ну, вот он, клапан, крышка, и, собственно, вот там должна быть установлена пластина. Надеюсь, видно. Ну, что, получается, с клапанами вроде все ровно. Так, сейчас... Ребят, выкрутили свечку, посмотрели на нее. Ну, свечка в отличном состоянии. То есть, серенький такой, этот самый, рабочий налет. Вот, а в остальном, конечно, свеча нормальная. Ну, маркировка NGK, R и... Нормально, да, R? Ди-си-пи-р-семь-е. Если кому что вдруг надо. А, вот, с обратной стороны есть маркировка. Ди-си-пи-р-семь-е. Да. В общем, окей. Вторую свечку смотреть, соответственно, уже не имеет смысла. В принципе, если одна в таком состоянии, то... Да, и, соответственно, вторая, скорее всего, такая же. Ну, по словам Сергея, опять же, свечка ходит достаточно долго. Больше, там, трех лет спокойно отхаживает. Бывает и подольше. Так что, лейте нормальный бенз. Да. Если бы нагар был коричневый, то можно было бы сразу заправку менять. Ну, я, в принципе, что, Газпром заливаю. 95-й обычный, ни какой-то там, ни G-Drive, ничего. Ну, в общем, можно и 92-й, да, сюда еще лить? Ну, можно и второй, но лучше пятый, потому что у нас пятый, как второй. Да, да, поэтому я тоже, исходя из этого, лью 95-й, что наверняка это где-то близко к 92-м будет 100%. Ну, в общем, после того, как мы отрегулировали все клапана, проверили свечки, поставили обратно-назад аккумуль, прогреваем квадроцикл до рабочей температуры минут 10-15. Ну, и, собственно, уже тогда там проводим слив всех жидкостей старых и замену на новые. Сейчас можем просто посмотреть, не течет ли там лишнего ничего нигде. Ну, а там, не знаю, как работает в целом двигатель. По идее, вроде ровно работает, без чихов-пыхов. Так что в целом вроде все хорошо. Можно сказать, диагностика на этом в целом больше за качество. А по поводу тормозной, всякой колодки там и прочее... Это как-то там, да, 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 да. Ммм, хорошо. Приступаем к сливу старого масла. Откручиваем, в общем-то, сливную пробку. Ставим канистру под слив. И, в общем, самотеком будем масло сливать. А может, стоит еще открутить тогда пробку верхнюю, чтобы она более... Да, сейчас сделаем, сейчас мы уже здесь. Под большим давлением масло вообще ни разу не мертвое. И что он делает этот шланг прозрачный? Ну, это из помпы, немножко, не знаю, честно, не заморачивался никогда. Сейчас мы снимаем крышку масляного фильтра. За ней полагается масляный фильтр, который достается, ставится новый. Вообще, по работе, наверное, на ТО квадрика, если так вот все делать, ну, часа 4-5, наверное, да, надо закладывать. Чтобы реально все проверить, посмотреть. Ну, это такое, ну, довольно серьезное, вот, вот, вот. Ну, и вот, старенький фильтр. Сейчас посмотрим, какой он. Я думаю, что все с ним хорошо. Даня, в принципе, не смертельный. Если его эта штука обрызгать, для частиков горбов, он будет выглядеть как практически новый. На нем, какой он там. Элемент фильтрующий масляный, 610 рублей. Не, там должны хотя бы в маркировке присутствовать. Да, фиг знает. Если сказать оригинальный стелс, то... Я не помню, но, кажется, я его покупал как раз тут на автодоке, что ли. То есть, слили масло, после чего поставили, заменили фильтр, и потом уже ставим крышку. Когда все поменяли, тогда льем новое масло. От предплечья, грубо говоря. Для этих вещей, эту самую, эту... Сломать. Ну, что, не сломаешь, а провернешь, что стопроцентно с нужным усилием. Угу. Приступаем к заправке маслом. Заливаем еще там оставшуюся старую канистру. Сколько-то? Сколько-то есть. У нас кубка, наверное, литр? Да, может, меньше даже. Бьем через заливную горловину, там, где стоит щуп, через то же место производится и заливка, и заправка. Не забываем вкручивать сливную пробку обратно, потому что это классика. Заливаем новое, да, старое, не это. А контрольной пробки тут нету, да? Здесь нет, в редукторах есть, я вам покажу. Угу. То есть какой совет по уровню? Даливаем какое-то количество, дальше меряем щупом? Да, то, что как бы в мануале указано, но на самом деле, какой техники не коснись, не всегда верное количество. А то, что ему надо поработать, там, или еще как-то, чтобы оно... Да, 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 это мы сначала зальем, не ведем, оно все разбрызгается, потом заглушим, подождем, пока стечет вниз, проверим уровень. В общем, друзья, смотрите, какая история интересная. У нас было масло где-то вот, ну, по уровню, наверное, около литра, старой канистры. В новой было влито, тоже где-то, наверное, литр, может быть, еще, ну, литр, там, не знаю, 200. И получается так, что мы, вот, в максималке. То есть, уровень масла сейчас, почему-то, у нас слишком большой. Так что, это какая-то фигня, в плане того, что пишется в мануалах, сколько туда должно входить, выходит оттуда значительно меньше. То есть, если смотреть на канистры, сколько мы слили, можно сказать, мы, наверное, столько и налили. И уровень у нас вот теперь вот такой, практически максимальный. Сейчас будем исправлять, будем излишки убирать. Вот. Ну, в общем, не всегда стоит верить заявленным цифрам, того, сколько на самом деле требуется и сколько действительно входит. Ну, в общем, это, получилось так, что мы немножко перевели масло, отсосали там какую-то часть, убрали и включили в итоге квадроцикл, чтобы он поработал, продавил там его по всем магистралям. Пока посмотрим после этого, поработает минуты две-три. Ну вот, на уровне шел, да. Ну что, он сейчас подождем, что он стечет. все равно, там не так многоватенько. Да, чуть-чуть в перебор. Сейчас, как стечет. Тут надо быть аккуратным. Тут нам надо вот эту гэку отвернуть, да? Да, с помпы. Через нее будет слив происходить, да? И потом, собственно, мы ее обратно ставим на этот самый хомут и надеваем. Мы сейчас открываем там сейчас крышку на радиаторе. Съемку проводим вот этого шланга. Снимаем хомут. Крышку открываем на радиаторе, да? Может пшикнуть. Вроде не сильно горячий. Нет. Вот, пшикнул. Блин, да он тоже такой живой. Живой, да. Зеленый как раз. Поэтому как бы меняем или оставляем. Да, наверное, меняем. У меня к нему как бы особых подсветов. А даже я... Сот радиатора видно. Ну, я не знаю, что там было залито. Поэтому, наверное, лучше меняем. Ну, давайте так. Тем более нашим зрителям будет, наверное, интересно. А как же все-таки менять антифриз? Главное, чтобы там было точно 3 литра. А не 4 литра? Нет. А не 2 там или опять какая-то фигня. Сейчас будет грязно-грязно. Может это... Да. Не отжегся? Нет. Хорошо, не догрели до конца. Все жижи из квадрика слили. Фу, воняет. Какая-то херня. Ждем пока все сольется, да? Да. Ну, там кто-то бывает взорвивает помпу, но это стремное дело, потому что прокладка может не выжить. Пошло? Да. Что, нужно прокачать еще что-то, да? Ну, сейчас зальем когда. Новое, да? Да, сейчас все наступает. Да, запах не очень хороший. Да я же не знаю, что там было залито, поэтому лучше вот сейчас зальем нормальный тоже там ликви моли этот. Ну, это самое лучшее из того, что можно достать. Ну, тем более, какая уж точно будет. Там как бы цена золотая. Весь антифри старый. Че, тут этот патрубок. Ну, Серега, говоришь, там еще в бачке. В бачке, да, остается всегда какое-то количество. А бачок ты где, говоришь? Вот этот вот. Вот расширительный бачок. Да, он видно. Чтобы из него слить, надо открыть крышку его и скинуть трубку. Угу. Ну, и на, ну. Ну, ты его вот открыл. В очень неудобном месте. И дальше ты его снимаешь, да? Вот что, все для людей. Чтобы можно было сделать и не раз. Вот, полилось. Лейку взяли чистую, потому что той, которая была в масле, понятное дело, нельзя. Можно, наверное, заливать даже нападая четко в цель. Да. Ну, у нас есть еще одна лейка. Взрослая. Взрослая, да. Ну, как сказал Серега, она должна быть все-таки чистой, потому что у нас там фильтров нет. Ну, и льем мотюль. Все лучшее. Да, только смотри, тоже по скорости, а то он... Ага, да, я вижу. Может, выспешит. Но все равно потом через трубку надо давить будет. Воняет так же, да? Не, вроде не воняет даже. Ну, это не пахнет. А то воняет какой-то херни с саками какими-то. Так что, может, не зря меняем мочу какую-то. Так, как говорится, раз. Что тут пить? Между первой и второй, да? Ну, а уровень как будем определять? По бачку. То есть мы определяем по меткам каким? Не по каким? Вот здесь, на бачке должны быть минмакс. Но, скажем так, они, скорее всего, выполнены в виде насечек. Да, вижу. Вот, в нем, соответственно, что-то должно быть. Вон они, насечки там в самом углу. Не знаю, очень видно или не очень видно. Сейчас мы, соответственно, тоже в бачок пересканем чуть-чуть. Ну, в бачке вот уже пластины залиты. Ну, да, есть, даже они ушли. Да. Сейчас мы чуть-чуть нальем в бачок и будем заливать. То есть не будем ориентироваться на 3 литра заявленных. А будем смотреть все-таки по факту. Вроде льется. Ага. Ну, там чуть-чуть нальем. Я в баке не вижу, чтобы уровень увеличился. Хотя нет, есть он прямо. Желтый на белом. Да, одну мочу на другую сменили. Так, чуть-чуть налилось туда. А, да. Желтый в белом. Чуть налилось. Видно плохо. Так, давай посмотрим. Ну, вот. Так, заводи. Смотри, радиатор. Должно потихоньку уходить, чтобы смотри, может быть, может быть обратно. Понял. Уходим? Ну, так. Там не быстро, да? Практически на том же уровне остается. А ты прокачиваешь, да? Да, да, я чувствую. Труба. Вот она. Да, да, да. Я фактически почувствую, когда он там пойдет, то есть труба стопит жесткая и теплая. Ага. Ну, я не знаю. По-моему, на том же уровне все. Залили вот такую вот хрень. Непонятно, что там до этого было. Залито. У меня уже работает квадрик, не знаю, минут, может, семь, и он еще не включил вентилятор. Я делаю просто обычный вывод, что реально вот эта жижа лучше охлаждает, чем то, что было до этого. Так что я считаю, что менять надо. И от того, что там залито на заводе, тоже заставляет желать лучшего. Сейчас залили нормальной хренью, и вот видно, как отрабатывает она. Серега прокачивает трубки, ждет, когда жидкость начнет нормально циркулировать по всей системе. Мы, кстати, еще до сих пор этого не добились. Она идет, да, видно, что и там в расширительный бачок она идет, вот там вот, но пока еще не до конца. Здесь прокачивается трубка, она прогоняет антифриз. Ну, в общем, пока мы еще даже не дошли до того состояния, чтобы это все перетекало в расширительный бачок. То есть, я так понимаю, надо и добавлять, да, все-таки, живности? Либо просто в расширительный бачок добавить? Лучше сюда. В радиатор, да? Да. Ну вот, эта трубка хорошо. А сейчас он контур откроет. Слушайте, ну реально, такого не было, прям, я делаю вывод, что действительно хорошая штука этот Матюль. Лучше, по крайней мере, реально то, что было, потому что квадрик реально работает на холостом вот и еще не включился вентилятор, это, конечно, показатель для меня. По крайней мере, от того, что было, от того, что стало. И причем, она не воняет. То есть, она воняет вообще какими-то саками, старая, зеленая. А эта тоже на мочу похожая, но она не воняет. Где-то 2,5 литра закрыли радиатор, подождали, включился вентилятор первый раз, контур прокачался. В расширительном бачке у нас на самом деле уровень минимальный. Сергей говорит, что можно, в принципе, оставить, как и есть, ну и не знаю, может быть, дольем до серединки. Сейчас подождем еще, когда включится второй раз контур, и уже будет понимание полное. Но то, что квадрик стал работать меньше на обдуве вентиляторном вот этом, факт. И то, что он, на мой взгляд, сейчас лучше даже стал охлаждаться, тоже, мне кажется, факт, потому что работал он после первого включения реально долго, пока не заработал вентилятор. Может, там глюкнул тормостат, может, еще что-то непонятно, но сейчас, кажется, мне работает он реально поинтереснее. Сняли защиту, вот эта вот, которая на руле, и у нас сразу видно, что у нас почти велосипедный руль. В общем, нам нужно сейчас будет заменить этот уровень тормозной, этой самой хрени, Тут у нас показывается, что-то уровень меньше практически, а здесь вот это все вроде нормальный. Поэтому тоже будем сейчас эту хрень менять. Вот, видно, что-то уровень практически уже внизу. Но тормозная жизнь же, она же, как правило, со временем как-то ужимается, если так. Не жимается, она накапливает воду. А, ну вот. Вот по этому контуру, в принципе, видно, что вся она какая-то стала какашливого. Ненужного. Поэтому, да, менять. Сейчас мы будем проводить замену тормозной жидкости. Вот на такую уколы, скупомоналу, как бы, рекомендованную заводом. соответственно, нам нужна будет для этого, как ни странно, капельница. Самый удобный размер. Проведем слив старой жидкости и вот запустим новую. Ну, то, что реально ее надо менять. А, по поводу подвески что скажешь? Так. Там тоже мы хотели посмотреть. Штрицовок у тебя тут ни одной нет. Но максимум что можно притянуть. И можно посмотреть гранаты. То есть, если там смазка или нет, я взял собак из шрузов. То есть, если там печаль беда, то накидаем туда. Окей. Сейчас ты что делаешь? Надеваю этот штуцер для прокачки. На него идеально подходит капельница. Тут колпачок, в общем-то. И вот ты его снимаешь, и тут прокачиваешь. Но она одноразовая. Потому что хватает на, скажем так, час прокачки. Потом оттуда с капельницы ты будешь прокачивать. слушай, но в этих контурах лучше тормозах выглядит, нежели в тех. В общем, что, ребят, мы прокачали тормоза, прогнали через них новую тормозуху. Вот Серега добивается того, чтобы не осталось воздуха в системе, выгоняет там все пузырьки воздуха. То есть он тут через капельницу все это дело замутил. И, собственно, пять качков, на пятом зажимается ручка, отворачивается гайка, вот эта гайка, скорее всего. и после чего происходит прокачка. И потом он ее заворачивает, опять пять качков, на пятом качке зажимаем ручку, он отворачивает гайку и тормоз проваливается, так сказать. Выгоняем весь воздух, собственно, ну и вот так прокачиваем всю систему передних задних тормозов. Ну, ближай, что там еще года два. Ну да, это понятно, что не стоит менять каждый раз, там, при каждом ТО. Я вот ни разу не менял, собственно, сейчас поменяем. И по цвету видно, что вот старая, такая более мутненькая, ну и соответственно уже вот новая, такая более прозрачная, нормальная. Друзья, вечереет, в общем, мы хотели все быстренько на самом деле сегодня провернуть, но у нас получается, что мы успели сделать только замену масла, замену антифриза, поменяли фильтр масляный, понятное дело, вот, и приключились на тормоза. Тормоза заняли достаточно много времени, начали с ручек, в ручках колодцы, в общем-то, в них прокачали, выгнали все это дело через передние суппорта, да, в общем, потом заморочились тем, чтобы там не осталось нигде воздуха, тоже выгоняли очень долго воздух, с этим все справились, потом переключились на заднюю подвеску, сделали все то же самое там. в чем прикол, собственно, справа ручка у нас отвечает за передние тормоза, слева ручка у нас отвечает за задние тормоза, и еще очень прикольная штука, это педали, в общем, я так понимаю, она по сути своей носит характер тормозить сразу всеми колесами, и отдает и наперед и назад, и самое, что удивительное, она имеет у себя как бы собственный бачок, и мы обратили внимание, что при прокачке у нас тормозная жидкость этого бачка никуда не уходит, а целью в принципе было изначально вот как раз таки вот эту темную жижу как-то заменить, потому что она вообще самая страшная всех, что мы сегодня видели, и выяснилось, что действительно контур у них хоть и какой-то у каждого свой, но они все встречаются в одном, сейчас Серега покажет, в одном цилиндре и заднее и переднее и вот данная педалька она отвечает за общий контур, который вот как мы видим с этой темной тормозухой и под него отдельно выведен слюной штуцер вообще далеко-далеко далеко-далеко там даже не знаю покажи сейчас вот он вот он то есть вот этот штуцер как раз таки отвечает за слив вот этой вот всей жижи темной мутной и вот он прокачивается как раз таки педалькой поэтому сейчас мы уже наверное закончим эти работы по замене тормозухи замену масла в переднем редукторе в общем есть верхняя крышка которая является заливной вот в самом верху находится и под ней контрольная гайка гайка внизу поддоне находится не знаю там видно или нет находится как раз таки сливная горловина поэтому отворачивается сначала она из нее масло гоняется в общем-то а потом уже происходит заливка по контрольной гайке вот вот этой пока из нее не польется тогда считается что масло в редукторе есть и так передним уже одним в редукторе делается соответственно в общем Серега крутит он видно еле-еле Сереге лень было поддон снимать да в общем во всех конечно мануалах говорится что надо снимать поддон ну давайте будем объективны не у всех там на дачах как бы есть донкрата для того чтобы все это дело вывесить там где-то ямы какие-то но если у вас это все имеется то конечно лучше сразу же делать это все где-то либо в яме что будет удобнее в разы либо вывешивая и правое отслуживание уже полностью вывешиваем квадриком тогда вы спокойно и подвески дотянетесь там промажете все прошприцуете удобно снимите колеса тоже там все проверите все посмотрите ну и соответственно по всем вот этим вот сливным местам тоже спокойно будете до всего иметь доступ так что как бы имейте ввиду в общем начинаем в заднем редукторе тоже проводить смену масла получается у нас заливная пробка находится здесь сливная вон она находится дальше всех да и у нас есть контрольная еще пробка находится она с обратной стороны ну проводим собственно последовательность такую же да там то есть если спереди у нас пробка была внизу поддонную то здесь мы ее отворачиваем сбоку ждем пока сольется масло при этом отвернув заливную пробку чтобы масло нормально стекалось после чего заворачиваем опять же сливную и льем масло через заливную до тех пор пока не начнется травиться из собственно контрольной после чего можно сказать что масло на своем нормальном уровне находится ну и все и это все дело затягиваем еще извернуться надо еще еще раз говорю о том что действительно лучше проводить обслуживание где-нибудь на яме или бы вывесив на данград вот сейчас вопрос я себе сильно ударю по пальцу когда она сорвется ну все мы слили оставшееся масло с редуктора у нас в общем-то происходит сейчас затяжка сливной пробки и далее мы будем заливать через заливную пробку вот это масло в общем-то до того момента пока оно не начнет роиться из контрольного отверстия так скажем тик затянули к ней на удивление подлезть легче всего мелочь а не мелочь в общем закачиваем масло до сих пор пока как я и сказал из контрольного отверстия не потечет ну наверное 200-300 по 1 грамму туда ну нормально так полмаслянки качали держись бездоров думал что купив какую-нибудь верпишку или там какую-нибудь ямаху как бы должно быть все по-человечески правильно сделано что типа вот пожалуйста обслушайте что ты думал только у наших такие как бы загоны если ты говоришь что у них там так же ну в общем ворачиваем финально заливную пробку затягиваем ее опять же не сильно благо у нас есть контрольные риски ну и опять же желательно не пережимать все заменили ура наконец-то ребят ну все квадрик у нас стоит в гараже сегодня Серега здорово помог блин рассчитывали на все что успеем не знаю сделать может быть за какие-то там 4 максимум 5 часов но все это дело затянулось на сами видите сколько начали где-то часа в два закончили он уже за полночь что было сделано поменяли масло в двигателе проверили клапана поменяли масляный фильтр поменяли антифриз поменяли масло в редукторах тормозуху тоже поменяли прокачали такие работы достаточно трудоемкие как оказалось отнимает кучу времени на возню на прокачку тормозов на удаление воздуха из этих всех вещей что не успели сделать это просто собрать квадрик до конца завтра я поставлю на него все эти декоративные планки декоративные там эти все штуки и в общем-то и все поэтому можно сказать что-то его закончено тем самым и проведено было достаточно скажем полно кому понравился обзор ставьте лайки делалось все с руки без каких-либо там монтажей особо да там сценариев то есть смотрели с некоторыми моментами сталкивались и разбирались в общем ссылку на мастера Сергея оставлю в комментариях вот кому интересно обращайтесь к нему готов рекомендовать парень толковый подходит ко всему до конца добивая вопрос поэтому звоните консультируйтесь не знаю вызывайте к себе готов приехать 150 километров от Москвы для него не проблема это край сядет на свой мега-мопед примчится и вам поможет все же лучше чем долбаться одному да и так в общем нормальная компания человек с которым можно поговорить поприкалываться и послушать разные истории в общем всем спасибо кто смотрел компания ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи пока пока